Время спортивных известий, студия Александр Шариков, здравствуйте. Харьковские фигуристы сделали медальный хитрик на международном турнире памяти многократного чемпиона мира и Европы Павела Романа, который состоялся в Чесском Аламоуце. Отличились танцевальные дуэты. Анастасия Литвин и Давид Яченко выиграли юношеские соревнования. Полина Коробова и Михаила Романенко показали второй результат. Младшей возрастной категорией серебряными призерами стали Мария и Дмитрий Тесля. Готовили харьковчан к турниру Екатерина Душка, Александр Сироштан и заслуженный тренер Украины Галина Чурилова. В окружающем мире случаются события, увидеть которые обычный человек может всего один раз в жизни. И то, если очень сильно повезет. Харьковским любителям вольной борьбы выпала огромная удача. Они стали свидетелями исторической победы Мухаммеда Алиева на чемпионате мира Ю-23, который завершился в Белграде. Выиграв золото в весе до 86 килограммов, харьковчанин первым из украинских вольников добыл планетарный титул в этой возрастной категории. Турнирный путь для воспитанника 4-й детско-юношеской спортивной школы и училища физической культуры номер один, ныне представляющего школу высшего спортивного мастерства, получился очень жестким. Если в стартовой схватке Алиеву катал узбека Бабура Исломова с преимуществом 9 баллов, то три последующих поединка стали настоящим испытанием мастерства и характера. Борца из Германии Ларса Шефля ученик Николая Ярослава Ченцовых одолел по последнему результативному действию. В полуфинале одержал волевую победу над россиянином Загидом Каримовым с минимальным перевесом 6-5. В главном сражении ему противостоял лидер сборной Ирана Саяд Галами, который ожидаемо оказал яростное сопротивление. Первый период завершился в ничью 4-4. Вторая трехминутка стала бенефисом Алиева. Он набрал 7 баллов к ряду и завоевал титул чемпиона мира. Еще два харьковских участника белградских баталий Камиль Керимов и Денис Бараган до пьедестала не добрались. Керимов выступал в весовой категории до 61 килограмма и в четвертьфинале уступил будущему бронзовому призеру Асулу Айтакыну из Казахстана 3 балла. Бараган боролся в весе до 70 килограммов и ограничился единственной схваткой, проиграв квалификации азербайджанцу Мураду Явлоеву 1-6. В медальном зачете чемпионата мира по вольной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет сборная Украины с золотом Мухаммеда Алиева и бронзовой наградой львовского тяжеловеса Даниила Стасюка заняла шестое место. Первая ракетка Украины Елина Светолина продолжила падение в рейтинге женской теннисной ассоциации. Потеряв на позапрошлой неделе 8 позиций, Харьковчанка в обновленной табеле о рангах просела еще на одну строчку и теперь занимает 15-е место. В чемпионской гонке без изменений Светолина следует 12-й. Но есть и оптимистические новости. После того, как седьмая ракетка планеты ООН с Жабер из Туниса отказалась ехать в статусе запасной на итоговый турнир WTA, такая перспектива замаячила перед Светолиной. Перенесен на матчи четвертого тура первого этапа футбольного чемпионата Украины в женской высшей лиге «Жилстрой-1» принимал «Карпаты». Церемониться с предпоследней командой таблицы Харьковчанки не стали и в дебюте забили три мяча. Постаралась Ольга Авдейчук. На первой минуте она открыла счет на девятый, оформила дубль на пятнадцатый хит-трик. Решив, что игра сделана, действующий чемпион взял передышку. Львовские футболистки, уловив перемену, этим воспользовались и сократили отставание до минимума. Но интрига сохранялась недолго и до перерыва подопечные Валентины Котик ошарашили гостей тремя голами. Бергюль, Садикоглу и Анна Воронина сделали это с игры. Соломея Купяк реализовала пенальти. 6-2. После отдыха Карпаты отличились еще один раз, однако последнее слово осталось за Ириной Кочневой. 7-3. Набрав в девяти матчах 24 очка, «Жилстрой-1» занимает второе место. Лидирует «Жилстрой-2», в активе которого на одну победу больше. Металист обыграл Ужгород в 17-м туре чемпионата Украины по футболу в первой лиге. 2-0. На 39-й минуте Харьковчан вывел вперед французский полузащитник Форес Балули. На 73-й местную команду окончательно успокоил Егор Демченко. Это 14-я победа металлиста в чемпионате. Набрав 44 очка, он единолично возглавляет турнирную гонку. Следующий вторым «Кривбас» отстает на 7 баллов. О хоккейных викингах и волейбольных юристах расскажет Алексей Заржицкий. Рулав От в выездном поединке 16-го тура Украинской хоккейной лиги встречался с Кременчугом. Первый период остался за хозяевами, которые усилиями Александра Коробова и Егора Серанова провели две безответные шайбы. На 24-й минуте нападающий Харьковчан Алексей Басков сократил отставание. Главные же события матча пришлись на его третью 20-минутку, в которой соперники забили ворота друг друга еще по две шайбы. У Рулав От цель поразили Артем Сурсов и Евгений Секирко. Однако уйти от поражения гости в итоге не смогли 3-4. Несмотря на эту неудачу, в таблице подопечный Игоря Шаманского все так же следует на 6-й позиции, имея в активе 13 очков. Возглавляет регулярный чемпионат УХЛ столичный Сокол, который набрал на 15 турнирных баллов больше. Сборная Харьковской области Юрокадемия возвращается в волейбольные Еврокубки после 17-летнего перерыва. В 2004 году юристы дошли до 1-8 финала Кубка ЕКВ, проиграв за выход в четвертьфинал итальянской Падуе. Участие в тех матчах принимал и нынешний наставник харьковчан Сергей Коваленко, который сейчас готовит команду к старту в Кубке Вызова. В 1-32 финала действующий бронзовый призер Украины сразится с австрийским клубом «Амштеттен». Опыт игрока всегда останется со мной, а подход бывшего игрока и на позиции тренера – это совершенно другие ощущения. Когда ты играешь на площадке, ты отвечаешь за свои действия, а здесь степень ответственности совершенно другая. Ты отвечаешь за команду, за то, как она сыграет, как она подготовится. Однозначно скажу, что команда «Амштеттен», то, что, по крайней мере, мы проанализировали уже и видели, вполне по силам. Это, скажем так, средняя команда украинского чемпионата. По крайней мере, то, что видно на видео. А там посмотрим. Подготовку к домашнему матчу с австрийским клубом юристы проводят на своей площадке. Здесь же, в спорткомплексе Национального юридического университета, состоится и сама игра. Харьковские волейболисты верят в поддержку родных трибун, однако для достижения положительного результата будут также важны отменные физические кондиции и психологический настрой. Для многих игроков Юрокадемии нынешняя Еврокубковая кампания станет дебютной в карьере, но не для опытного Андрея Левченко, который передал своим молодым партнерам один ценный совет. Несмотря на то, кто на той стороне сетки, все равно ребята играют в одну игру волейбол. И надо выходить и доказывать, делать свою работу. Надо убрать все переживания, все волнения, просто делать то, что они делают, и то, что у них лучше всего получается. Стартовая игра 1.32 финала Кубка Вызова Юрокадемии Амштеттен состоится в Харькове в среду. Ответный матч пройдет в Австрии через неделю. Это все, о чем мы хотели и успели рассказать сегодня. Спасибо за внимание к спорту, удачи вам и всегда хороших известий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова